Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 8 сентября. Казанский собор в Санкт-Петербурге выдающийся памятник русской архитектуры начала 19 века и один из крупнейших храмов северной столицы. Ранее на месте собора стояла небольшая каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1737 году был перенесен чтимый образ казанской иконы Божьей Матери. Это был первый православный храм на Невском проспекте. К концу 18 века здание церкви обветшало и перестало соответствовать сложившемуся к тому времени облику парадного Невского проспекта. И в ноябре 180 года, по результатам конкурса проектов нового соборного храма, был утвержден проект, исполненный архитектором Воронихиным. 8 сентября 1801 года состоялась торжественная церемония закладки здания Казанского собора, на которой присутствовал император Александр I. Строительство собора продолжалось 10 лет, в отделке храма использовались в основном отечественные материалы. Впервые в мировой строительной практике Воронихиным была применена металлическая конструкция купола. Работы были завершены в 1811 году. В Старой Рождественской Церкви провели последнюю службу, после чего ее разобрали. Казанский собор стал самым высоким храмом того времени и одним из крупнейших культовых сооружений Санкт-Петербурга. Судьбу собора изменила Отечественная война 1812 года, после которой храм, построенный изначально для иконы, превратился в национальный памятник Победы и хранилище воинских реликвий. Сюда свозили трофея, в том числе и армейские знамены полковые штандарты наполеоновских войск, ключи от завоеванных городов, маршальские жезлы. В 1813 году в соборе был похоронен фельдмаршал Кутузов. После 1917 года с купола собора сняли крест и на его место установили позолоченный шар со шпилем. В 1932 году здесь открылся музей истории и религии. Во время блокады Ленинграда собор значительно пострадал от бомбежек, но по окончанию войны был проведен капитальный ремонт здания. В 1991 году Казанский собор вновь был открыт для богослужений. На сегодняшний день храм является кафедральным собором Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.